Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи – исполнение законодательства при лицензировании деятельности по управлению на квартире над домами. Как показала практика, на рынок сферы жилищно-коммунального хозяйства не всегда приходит добросовестная организация, готовая действительно к качественной работе для населения. Относительно недавно государством введена система лицензирования деятельности в сфере управления на квартирными домами. Как работает эта система на деле и все ли здесь в порядке, мы обсудим в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по назору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как давно у нас введена эта система лицензирования управления на квартире над домами и для чего вообще это было сделано? В 2014 году в Жилищный кодекс внесены изменения, поправки, согласно которым деятельность по управлению на квартире над домами может осуществиться исключительно на основании лицензии, выдаваемой органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии. До 1 мая 2015 года все управляющие организации должны были получить соответствующие лицензии. После указанной даты обслуживание домов без лицензии не допускалось. Государством введена система лицензирования не случайно. В практике были известны случаи, когда обслуживание домов осуществляли лица, фактически имеющие уголовную ответственность, привлеченные к уголовной ответственности за совершение хищений, мошенничеств, за неоднократно привлекаемые к административной ответственности за некачественным обслуживанием на квартирах домов. Получалась ситуация, когда люди на своих постах фактически бездействовали, но снять их не было возможности. И управляющая компания продолжала считать управление, фактически приводя дома в аварийное состояние, что, конечно, создавало угрозу как для жильцов, так и для безопасности в целом на квартирного дома. Соответственно, назрела необходимость каких-то перемен. И в первую очередь, система лицензирования направлена на то, чтобы отделить добросовестную управляющую компанию от тех случайных управляющих компаний, которые вошли в сферу ЖКХ исключительно для наживы и для получения денег. Были установлены определенные лицензионные требования, которыми должна соответствовать каждая управляющая компания. Это, во-первых, регистрация юридического лица или бюджетного предпринимателя на территории Российской Федерации, получение квалификационного аттестата должностными лицами управляющих компаний, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение хищений либо преступлений средней тяжести, тяжких, особо тяжких преступлений, отсутствие фактов аннулирования лицензии, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности в виде дисквалификации, тоже является лицензионным требованием, как и обязанность по раскрытию информации в сфере управления домами. Кроме того, лицензионным требованием является обслуживание многоквартирных домов в соответствии с требованиями по его надлежащему содержанию, оказанию коммунальных услуг. Все это оценивается в ходе проверок государственной жилищной инспекции, и соблюдение этих требований является основанием для продолжения деятельности по управлению домами. И, соответственно, несоблюдение является основанием для инициативной процедуры либо полностью отзыва лицензии, либо лишения права по управлению домами в определенном квартирном доме. Вы сейчас упомянули про наличие квалификационного аттестата у должностных лиц управляющей компании. Что это за квалификационный аттестат? Это все-таки новое требование, я так понимаю. Да, было установлено на федеральном уровне перечень вопросов, которые должен знать каждое должностное лицо управляющей компании в сфере управления домами, чтобы случайный человек не попал с улицы на такие должности. Эти перечни вопросов должен знать каждый соискатель квалификационного аттестата. Сдается экзамен, и по итогам успешной сдачи экзамена этот аттестат выдается. Соответственно, если в управляющей компании нет ни одного человека, обладающего таким аттестатом, то управляющая компания не соответствует стадионным требованиям. И это является основанием для привлечения управляющей компании к административной ответственности. Скажите, как в Чувашии у нас проведена эта работа по лицензированию? В первую очередь принята определенная нормативная база. То есть, в постановлении к администрации установлен состав лицензионной комиссии, утверждено положение лицензионной комиссии, порядок осуществления ее деятельности, порядок принятия решений, функции и полномочия ее. То есть, по сути, лицензия же принимается на основании решения этой лицензионной комиссии. Затем, в том числе, государственные жилищные инспекции были утверждены административные регламенты. Это регламент по общению деятельности, по управлению рекламентом на... Ну, который, в общем, регулировали эти вопросы, я так понимаю, да? А сколько лицензий-то всего было выдано управляющей компанией? И скольки управляющие компании? На момент нашего обобщения нами была проанализирована деятельность государственной жилищной инспекции. Было установлено, что к моменту обобщения было заявок 195 на получение лицензии. И удовлетворены оказались 151 заявка. То есть, не все они удовлетворялись, и не всем выдавалась лицензия. А какая основная причина отказов в предоставлении лицензии? Ну, как показал анализ, причина связана с тем, что большинство управлющих компаний не раскрывают в полном объеме деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Это значительный перечень вопросов деятельности, общая информация управлющих компаний, перечень многоквартирных домов, общая информация о этих многоквартирных домах, сведения о представленных услугах, выполняемых работах по обслуживанию на квартирных домах и стоимости. Это сведения о привлечении должностных лиц к административной ответственности, информация о принятых собственниками помещений и домах решений, но и ряд других вопросов, которые в безусловном порядке должны быть размещены на информационных ресурсах. Их неразмещение является самостоятельным основанием для непредоставления лицензии соответствующей управлющей компании. — Я думаю, есть необходимость уточнить, а что за информационный ресурс, на котором размещается вся эта информация? — Это либо на федеральном ресурсе реформы ЖКХ, либо на региональном ЖКХ КАПРУ. — А всегда ли Государственная жилищная инспекция Чувашской республики осуществляет свою деятельность по лицензированию в соответствии с законом? Все ли здесь в порядке? И, насколько я знаю, органы прокуратуры проводились проверки в этом плане? — Да, в октябре-ноябре 2015 года мы проверили деятельность органов Государственного жилищного надзора. Результат проверки показали, что сработали они в целом неплохо, объем работы был значительный, но имелись определенные упущения в работе. Так, мы в ходе проверки установили перечень штрафов, которые наложили на должностных лиц управляющих организаций за период 1 декабря 2014 года по периоду начала деятельности по лицензированию. Их оказалось 71 такой штраф. Из 71 штрафа, наложенного на 36 управляющих компаний, должностных лиц 36 управляющих компаний, лишь по 29 сведения на сайтах ЖКХ КАПРУ и реформы ЖКХ имелись. То есть в остальных случаях их не было. — То есть тактически они скрыли эту информацию управляющих организаций? — Да, да, да. — Отсутствие этой информации является для непредставления лицензии. Вместе с тем мотивированные предложения Государственной жилищной инспекции в отношении 22 управляющих компаний имели положительные, то есть о предоставлении лицензии, тогда как фактически оснований как таковых у них могло и не быть. Распространенный характер имели случаи нарушения сроков вынесения мотивированных предложений для рассмотрения на заседание лицензионной комиссии, нарушения сроков выдачи лицензии. Таких вообще было случаев 7, то есть там существенные сроки, и эти сроки нарушались. Отдельные нарушения выявлены в работе лицензионной комиссии. То есть были случаи, когда имелось мотивированное предложение Государственной жилищной инспекции о том, что лицензию необходимо выдать. Имеются основания для отказа выдачи лицензии. То есть, несмотря на то, что две управляющие компании, которые мы выявили, имели все основания для получения лицензии с учетом мотивированного предложения Госжилищной инспекции, таким организациям, это УК «Альфа» и «Спецуборка», им лицензии лицензионной комиссии принято решение не выдавать лицензии. И были обратные случаи, когда мотивированное предложение Госжилищной инспекции было отсутствие основания для выдачи лицензии. Это по благо. Однако лицензионная комиссия приняла самостоятельное решение, что необходимо лицензию выдать. Действия членов лицензионной комиссии в этом случае образует состав административного правонарушения, предположим, в статье 19.6.2 КОАП РФ. Однако, с учетом того, что к моменту нашей проверки сроки давности истекли, а сведений к нам не поступало, мы членов комиссии привлечь к ответственности, к сожалению, не смогли. А как быть с ситуациями, если все-таки действительно управляющая компания обслуживала, обслуживала многоквартирный дом, и вдруг ей отказали в выдаче лицензии? Ведь в этом случае жильцы не должны страдать. Как в этом случае осуществляется управление многоквартирным жилым домом? Ну, управление многоквартирным домом продолжается фактически у той управляющей компании, лицензия которой была отказана. Вместе с тем, орган местного управления должен здесь исполнить ряд обязательств. Во-первых, уведомить собственника о принятом решении об отказе в предоставлении лицензии. Во-вторых, он должен созвать общее собрание собственников в 15-дневный срок, то есть на котором принять решение о выборе новой управляющей компании. И в случае, если решение не было принято, либо оно не было реализовано, либо собрание вообще не было проведено в 15-дневный срок, в 30-дневный срок должно провести открытый конкурс, и уже на открытом конкурсе выбрать соответствующую управляющую компанию, имеющую соответствующую лицензию. Всегда ли на практике управляющая компания, вдруг потерявшая возможность управлять многоквартирными домами, то есть не получившая лицензию, так легко отказывается от насиженных мест? Все-таки это достаточно прибыльный, я так понимаю, бизнес, и я думаю, что не всегда они должны отказываться так легко. Конечно, это предпринимательская деятельность, связанная с излечением дохода, поэтому не всегда управляющие компании добровольно отдают те дома, которые находятся у них в управлении, от другой управляющей компании. Такие случаи у нас были. Самый известный случай – это управляющая компания ПИК-1, которая, по сути, в предстоятельной лицензии была отказана. В этой связи органы местного управления инициировали вопросы смены управляющих компаний. По 22 домам собственники сами приняли решение об уходе к другим управляющим компаниям. 27 домов по конкурсу перешли к новой управляющей компании. То есть процедура была проведена определенная. Однако после получения в последующем лицензии ПИК-1 решила не расставаться с этими домами, техническую документацию не передала, с чем мы инициировали вопрос о привлечении руководителя организации к административной ответственности. И по 9 фактам на сумму 270 тысяч директор был привлечен к ответственности. Понятно. Как нам стало известно, история с ПИК-1 до сих пор не закончилась. Люди по-прежнему платят это управляющей компанией, хотя вроде как многоквартирным домом управляет другая управляющая компания. Давайте покажем сюжет об этом. Достаточно продолжительное время поступает каждый месяц две квитанции. Вот ПИК-1 и КАМЛ. Суммы разные. И мы, собственно, не знаем, куда платить. И решили сейчас вообще никуда не платить, пока они не разберутся между собой. Потому что, например, в понедельник заходишь в подъезд, на двери висит объявление. Не слушайте ПИК-1, КАМЛ пишет. Платите КАМЛ. На следующий день заходишь, у лифта уже объявление, что КАМЛ говорит неправду, платите ПИК-1. И вот каждый день какие-то сюрпризы. Поэтому, в общем, мы решили пока никуда не платить. История противостояния началась прошлым летом. По федеральному закону, деятельность управляющих компаний с 1 мая 2015 года может осуществляться только по лицензии. Компания ПИК-1, которая обслуживала этот дом ранее, лицензию вовремя не получила. По регламенту жителям был дан месяц, чтобы выбрать другую. Они этим правом не воспользовались. Тогда администрация города была вынуждена провести открытый конкурс. Его выиграла управляющая компания КАМЛ. Мы должны были приступить к обслуживанию этих домов с 1 июля 2015 года. Но создалась такая ситуация, что после этого срока управляющая компания ПИК получила эту лицензию и всячески препятствовала нам в обслуживании этих домов. Всякими разными способами. Сейчас, в данный момент, есть решение суда о том, что тендер был проведен законно. Никаких нарушений там нет. И суд поставил последнюю точку в этом деле. Мы этот суд выиграли о том, что ПИК обязан передать нам техническую документацию на эти дома и не препятствовать нам в обслуживании. Но документы так и не были переданы. ПИК-1 продолжает обслуживать дом, убираться в подъездах, тем самым вводить в заблуждение жителей. Тем временем делом о двойных квитанциях занялась прокуратура Калининского района. В адрес ПИК-1 было внесено представление с требованием прекратить и устранить данное нарушение. ПИК-1 проигновила данные требования прокурора и продолжала, продолжает выставлять двойные квитанции. В связи с чем было возможно дело по статье 17.7 КОАП РФ, который, как я уже сказал, предусматривает наказание в виде дискульфказ. Решение пока не принято. ПИК-1 уже нарастил долги перед ресурсоснабжающими организациями. Они перевалили за 100 миллионов. Энергогосбытовая компания Т-Плюс подала иск в суд на введение процедуры банкротства ПИК-1. Если он закончится в пользу Т-Плюс, это сыграет злую шутку собственниками квартир. Граждане, которые в настоящее время, несмотря на приведенные нами доводы, продолжают оплачивать жирческие коммунальные услуги по квитанции, предъявляемой ПИК-1, имеют риск того, что они будут вынуждены платить второй раз за оказанные услуги, но уже у АО «Каммал». Поскольку «Каммал» оказывает эти реальные услуги, а ПИК-1, в силу того, что имеется в веские основания говорить, что он будет признан несостоятельным банкротом, не сможет вернуть эти средства, ввиду недостаточных их для расчета перед всеми кредиторами. И может быть создана реальная ситуация, когда жители оплатили, но средства обратно вернуть не смогут в ПИК-1. Такая ситуация вполне возможна. И прошу граждан учесть этот момент при решении вопроса о том, кому же все-таки платить. Спасибо, Дмитрий Владимирович, за обсуждение столь интересной и волнующей многих граждан темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за исполнение закона в сфере экономики и избрания прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Как видим, нам все еще свойственно быть инертными, идти на поводу желания жить по привычке, не перестраиваясь в связи с именившимися обстоятельствами. А ведь это может сыграть злую шутку. Все-таки не просто так существуют законы, не просто так о них информируется население, не просто так мы о них говорим и сейчас. Ведь когда все по закону, тогда и проблем меньше. Конечно, прокуратурой будут защищаться права, если они нарушены. Но когда это можно предотвратить, вооружившись знаниями и четко им следуя, зачем эти проблемы создавать? Тем более, что их решение может затянуться, а иногда вовсе стать невозможным. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова